Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! И, конечно же, всех с праздником! Я очень рад, что этот концерт сегодня именно вот получилось, мы его запланировали и получилось, что он начинается 23 февраля, потому что, ну, мы так как-то плавали с решением, но в итоге командование этого заведения, замечательного, как я их так называю, они сказали, ну, 23 февраля это только для тебя, это... Другого человека здесь быть не может, ну, мне приятно, конечно. Поэтому еще раз разрешите вас всех поздравить. Для меня как-то вот, и я думаю, что очень для многих в этом зале этот праздник остался именно Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, потому что мы служили, начинали служить Советской Армией, многие в ней, только в ней служили. Мы помним этот праздник именно под таким названием, он у нас всегда в сердце так и останется. И то же название, которое нынешнее, День Защитника Отечества, оно тоже правильное. Иногда говорят, это мужской праздник. Я говорю, ну, не-не-не, это не мужской праздник, это праздник именно защитников. Я знаю очень много женщин, которых я сегодня поздравлял, которые носят погоны или не носят, но именно стоят на защите Отечества. К сожалению, есть мужики, которых мужиками не назовешь, потому что они совершенно далекие от защиты. Поэтому, я думаю, я еще не один раз поздравлю всех вас, поздравляю тех, кто смотрит сегодня этот прямой эфир. Дорогие, всех поздравляю. А вначале спою песню, это очень старая песня, я даже не помню, я ее то ли курсантом написал, то ли лейтенантом. Может, она несколько наивная, но она просто про армию была. Опять стучат колеса, считая километры, меня по жизни носит. Дорога разбитых ветра, на автомат осталья, надеюсь, как на бога, и вновь уносит вдаль. Моя судьба дорога, приют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях промокшая рубашка. Мой цвет один защитный, мой спутников домат, лишь он надежный щит морей. Да несколько гранат, мне надоело по миру носить, мне часто сон один и ночами снится. Открыл я дверь, устала, улыбнулся, и прошептала я тихо, мама, мама, я вернулся. Мне надоело фляга, с водой или с коньяком, подай-ка лучше, мама, но не кружку с молоком. Я возвращаюсь в дом, как с улицы котенок, не воевать потом. А здесь я как ребенок, вы можете спокойно гулять хоть до рассвета. Быть может где-то войны, но это только где-то хранят вас наши руки. Нас не судите строго, ведь нам одни разлуки. И вечная дорога, мне надоело по миру носить, мне часто сон один на чаре снится. Открыл я дверь, устала, улыбнулся, и прошептала тихо, мама, мама, я вернулся. Вернулся. Опять стучат колеса. Считай километры, меня по жизни носят. Дорога разбитых ветра на автомата сталь. Надеюсь, как на бога, и вновь и носит вдаль. Моя судьба дорога. Моя судьба дорога. Моя судьба дорога. Спасибо. Следующая песня. Я просто вот сегодня не только праздник, ну вернее сегодня, да, 23 февраля, а буквально неделю назад, 15 февраля, была очередная годовщина вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. У меня здесь есть в зале немало знакомых, которые там воевали. Я как-то давно уже, теперь я просто вот звоню своим друзьям и говорю, поздравляю с праздником. Не все его считают праздником, а один замечательный человек, мой близкий друг, замечательный летчик, генерал Александр Юрьевич Черняев, он должен был приехать. Ну вот, не получилось у него. Он говорит, а почему? Это действительно для нас праздник, потому что мы, все задачи, которые нам там поручали, мы их выполнили. И когда выходили, мы выходили тоже по приказу. Вот, поэтому всех афганцев, тех, кто, как говорится, там за ликой был, я поздравляю с этим, с этой датой. Желаю мирного неба обязательно. Спасибо вам, что вы там были, выполнили свой вот этот долг, который у нас называли интернациональным. Сегодня это почему-то, ну почему-то, не почему-то, говорили, что это была первая антитеррористическая операция. Ну, наверное, это модное слово. А мы привыкли, что это был интернациональный долг, действительно. Вспоминают уже Испанию 36-го года и другие события. К нам с приказами конец, и моей войне конец. Я живой, и не остался я в долгу. Надоело мне юг, а здесь постреля на нога, я смотреть на эти корни не могу. Я, наверное, устал, я свое отвоевал. До Москвы попутный порт меня возьмет. А поеду на вокзал, я свой ночь связал. Я на север еду, вряд ли кто поймет. Через каждую дырсту, я всю флешечку карту. Парал, босс кричал, ту-ту. Поезд шел. Где он поезд шел? На моргуту. Облупнуть я адресок, экульсирует висок. Я не знаю, как же мне туда войти. Вот видать чужую мать и про сына рассказать, Как на диване сошлись у нас в пути. И так уже свинком, приходил сам военком. И заученную спор намолвил речь. Был сынок у вас герой, за родину герой. Ну, простите, не смогли вас беречь. Блин. Через каждую дырсту, я всю флешечку карту. Парал, босс кричал, ту-ту. Поезд шел. Да поезд шел. На моргуту. С ним ругались целый год. Он был парень еще тот, я чуть что и под арест его. Вот бай. Он не брал, только сырек и патроны не берег. Его дюгой был и в общем раздал байк. Он колючий был, как ежи. Чуть что падал штык нож и без повода порой всех матом крыл. Он был просто в ритвовых, но в горах на боевых. Он на хуле-то меня с собой закрыл. Мир на реку сошел с ума на душе. Стоит зима, и меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, а медаль и орденок не заменят мне погибших там друзей. Сердце больно, я тиг-так, я себя сожму кулак. Я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика и дорога далека, от себя не убежать, хоть убей. Через каждую весту я всю флешечку карту. Паровоз кричал ту-ту. Поезд шел, да поезд шел на фортпуту. Я не могу, но я не могу. Я не знаю, что я пою в каком-то виде как третий тост, в памяти тех, кого с нами нет, тех, кто в последний полёт идёт, на последнее задание и так далее. Сегодня я хочу спеть песню. Так получилось, к сожалению и несчастье даже. Буквально несколько недель назад ушёл из жизни мой отец. Это было совершенно неожиданно. Это всегда наверняка, совершенно неожиданно. Я даже пытался, ну не пытался, у меня сразу возникла мысль отменить свои ближайшие концерты, но потом, во-первых, организаторы, как бы это не одно восприняли, ну вернее, это даже не во-первых, а уже какое-то вторичное. Я позвонил своему очень хорошему знакомому батюшке, очень интересный человек, отец Валерий, настоятель храма Георгия Попедоносца в Новороссийске. Он в 7-й дивизии Гвардейской ВДВ службы проводит в том числе. Мы с ним в Сирии вместе были. И он сказал, что, ну образно говоря, дал благословение. Говорит, только обязательно спою вот эту песню, он знает мой в каком-то виде репертуар, что, собственно говоря, я делаю. Батя, здравствуй! Не верится ей Богу, но вернулся я назад в родимый дом. Батя, здравствуй! Устал я за дорогу и не спрашивая пока что ни о чем. Батя, здравствуй! Был долгим год, как на войне три за один, но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй! Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, а фразы все потом. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь на ремах, Батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, Весь мир вокруг перевернет, Развяжет мой завязанный язык. Но как дела? Ты жив пока и не болят еще бока, Иду, как прежде, прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, И как цыганка выражит. Но оглянуть, пожалуй, я потом, Проблемы есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет, Хотя порой трясет, но видишь слегка. Но свой я вытянул билет, И с ним по жизни столько лет. По жизни я думаю, бог с ним, а пока... За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь на ремах, Батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, Весь мир вокруг перевернет, Развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй! Года свое клешнёй берут, И ты еще чуть-чуть, но посидел. Батя, здравствуй! И пусть календари не будут, Твой взгляд горит все так же, Как горел. Батя, здравствуй! Я наяву, а не во сне увидеть, Поскорей тебя хотел. Батя, здравствуй! Я дома, а не на войне, Я год спустя, но все же прилетел. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальем, Ах, Батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, Весь мир вокруг перевернет, Развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, Воютью даже и во сне Покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда на спину гнул И ленку тридцать лет тяну, А я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить, Не унывать и честно жить, Как с мамой научили вы меня. И извелась, не хапаю с небес, И в грязь пока еще не влез. Живу как все деньгами, Не звеня. За старым сядем мы столом, Покрепче что-нибудь нальем, Ах, Батя, от тебя я так отвык. И стопка водки заберет, Весь мир вокруг перевернет, Развяжет мой завязанный язык. Счастлива, Батя, Так не хочу уезжать и не разжать, Пожатие руки. Счастлива, Батя, Ты молодцом и так держать, Вот только, Батя, Маму, береги. Счастлива, Батя, Не сильно верю я судьбе, Но верю я вернусь В родимый дом. Счастлива, Батя, Я шепотом скажу теперь И обниму, А фразы все потом. Спасибо. Я когда из Минского в Москву езжу, Постоянно проезжаю естественно Кубинку, Без нее никуда, никак ее не проедешь мимо. Сейчас там очень активно работают русские витязи На новой технике. Чуть ли не каждый день полеты. Вчера, вот я знаю, там звоню, Ротоварева, они сидят просто Их приглашают там на определенные мероприятия, А они просто вот ждут погоды, ждут погоды, Потому что нужно готовиться, 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 Потому что ребята должны лететь в Малайзию На салон уже на новой матчасти. На 130-х СМ3. Замечательно будет. Я верю, что это все произойдет. Будет первый визит на новой технике. Я к чему это все, к следующей песне. Потому что она была написана Так уже лет семь назад, когда Ставят шесть лет назад, Когда ребята первый раз за рубеж Спустя большой-большой период времени вылетели. Это было по хрене. Ну вот, просто вот почему-то я подумал об этой песне, Именно когда узнал, что сейчас это такая активная подготовка идет. Летим в заморскую страну, Что далеко в чужих широтах, Мы на военных самолетах. Мы на военных самолетах, Но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, Как по линейке в небесах, Мы чертим следы инверсионны, Меняя снизу странные зоны, И часовые поясы, Мы на работе в небесах. Мы не оболоподержимы, И это не на час на жизнь, Коль заниматься летным телом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. На земле все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, Там авиация в горе, И кто главней у них не спорят. Верблюды или аэроплан Не спорят у мусульман. Мы им открутим пилотаж, Сорвем восторг аплодисменты, Ведь помнят страны и континенты. Все знают в небе почерк наш, Наш хрэшен крэйзи пилотаж. Мы не оболоподержимы, И это не на час на жизнь, Коль заниматься летным телом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой Пройти дать салют победы, На нас с небес посмотрят тьеды, И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орляц, Чтоб не пришлось с нуля сначала. А ведь даже дуб покрышки чхалов На помощь нам не прилетят, Но там на небе не порастят. Мы не оболоподержимы, И это не на час на жизнь, Коль заниматься летным телом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Страны Мы не оболоподержимы И это не на час на жизнь, Коль заниматься летным телом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Как на земле давно все за пределом Как жаль, что на земле все за пределом И до встречи Я говорил про замечательную машину, здесь немало людей в зале, кто на ней работал, это герой России Сергей Маслов, это герой России Юлия Двига, это замечательный бой, друг Сергей Викторович Косиков, который командовал 55-м отдельным вертолётным баллом, самое тяжелое время войны на Кавказе. И я думаю, еще немало. Лосточки летают над землей, низко, значит, снова не погода, будь уже в небо здесь полгода, значит, полтора, и я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз, если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко, крайней, чьей, последней раз. И этот раз Бог решит, мы верим, он за нас, и, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подватила, кто-то называет крокодилом, птичку, про которую пою, ласточку пенистую пенок, что-то используется в бюро. Подтвердят нам трассный расчёт. Не ошибся лётчик оператор, нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, упирает в ляк. Наш привет он тем и нашим живет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, Отвечая сильно ментлатурой. Птичка разуметает воронье. Мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила. А позвал же кто-то крокодила. Ту, что выручает нас в бою, Ласточку винистую мою. За спиной молотит пулемет. Бортовой наш парень не из рогих. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту, живописное место. Все года, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю Ласточку винистую мою. Словно сто разгнилых быков, Всю на нас обрушенных свиреплость. В небе словно маленькая крепость Мы ведем огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие штучки Бережно держу ее за ручки Словно в танце кружим мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, которая песенку поет С той, что нас от смерти уводила Я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою Ту, что выручала нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку пятнистую мою Спасибо Вот когда первый раз мне довелось побывать в Сирии Это было год назад Здесь мой замечательный товарищ Друг Вот он, Анатолий Я его там вижу Мы тоже вместе летаем С группой Агатой Кристи Это было очень интересное событие После этого я еще несколько раз летал Я горжусь тем, что я там за год дал 10 концертов Именно летчикам И вот я помню первый раз я Не то, что сильно бы удивился Но все-таки это как-то так Когда Ми-24 там работали Думаешь, вроде бы есть вертолеты по современе К-52, Ми-28 Которые сегодня, собственно говоря, там И выполняют боевые задачи в большинстве Но когда мы разговаривали с военными Мы, я имею в виду, нашу программу на НТВ Программу «Смотр» Здесь вот наш руководитель Который две недели с лишним в Сирии провел Сергей Кузнецов Вот И они все говорили Ну это-то машина проверенная Вот Мы ей доверяем А новое, это новое Оно уже потом Мы посмотрим Ну я вот ему очень много дает К следующей поиске У нас на родине митируют А здесь погода на заказ И многозвездный наш отель Апартаменты Экстра-класс удобства снаружи Попорно и хуже Кругом практический курорт Здесь пальмы чудной красоты А море просто натюрморт Но видим только с высоты Мы эти красоты В процессе работы Мы трудимся в Самурской Италии Где звучит намаз И многие совсем не ждали здесь видеть нас Другие времена настали Мы пришли и дали мастер-класс Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи не хотели, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты В каждом цели Словно гвозди по самому прямому назначению Здесь каждый валер боевой От напряжения кипиш Кабина словно дом родной Вот только жаль, где не поспишь А хочется очень Особенно ночью Который месяц будет осна И не уйдешь на бюллетень По распорядку здесь война Что день, что ночь Рабочий день Здесь все на пределе К назначенной цели Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес И сразу с того цифры двести Духа всего крест Прицельный моргитон И крестик миг на них поставит Жирный крест Мы делаем здесь то, чему обучились Все годы на занятиях и учениях Буржуи посмущались, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Сколачиваем цели Словно гвозди Убей, два раза нам не умирать Но не привыкнуть Хоть убей нам жить В половину И к выстрелам В спину Минуют нас по воле форта Смерть и холодок Когда спустя полетной карты Выспевший листок Как пришли не в гости Мы днем и ночью бомбы и ракеты Ковачиваем цели Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо Звонил сегодня туда Там есть друзья Которые Они всегда там есть Потому что там очень быстрая ротация Ну быстрая Я скажу так вот По афганским меркам Все-таки где-то так В среднем раз в три месяца Люди заменяются Хотя и в три месяца Достаточно конечно И вот Ну там Тоже сегодня праздник Субтитры сделал DimaTorzok День сегодня не задался Я чуть было не проспался Вроде не выделен вчера Зацепил, разбил будильник От любимой подзатыльник Ну ты, Маша Доброе сутро Здорово видно С позаром Козыря дневник Я взял Ваньки В школе оказалось Он в пике И шумит родная Маша Что мальчишка Весь папаш Точно летчик И старе в башке Точно летчик И старе в башке Полчаса мне доработали Нам до вечера полеты Командир навстречу Не к добру Что-то там не по уставу И за это он мне вставит Да что ж такое нынче По утрам Мне в санчасти пульс проверят И давление измерят Доктор скажет Летчик Не грусти Указание Постановка Цели Курсы Обстановка Ты меня, бетонка Отпусти Ты меня, бетонка Отпусти В небе так ненаглючно Здесь спокойно и уютно И никто не пилит Не орёт Я бы здесь пожить остался В же селёдном прописался На уже четвёртый разворот Обороты чуть убавлю Крон-шасси на выпуск ставлю Где тук-тук Не слышу под собой Лапы красные Все по хорам Мне кричат с панели Хором парень А нынче день Совсем не твой Па-па-па-па Блин, сегодня я на день не мой Вниз доклад в ответ советы Делай то, не делай это Шеф-то повед ласково Держись Танцевать я в небе Рину с перегрузки В плюсы и в минусы Знакопеременно Всё как жизнь И совсем не бережливо Самолёт я в хвост И в гриму Воздух с возмущением Свистит Ты держись, стальная птица Там с тобой нельзя Убиться, Маша Мне такого не простит Мне с земли Дадут пистону Хватит, мол, давай-ка в зону Не дури Пора борт покидать Вот дают Ты слышал, милый Помогай мне, что есть силы Хочется с тобой ещё летать Ты сейчас мне всех дороже Я тебе, наверное, тоже И друг друга надо нам спасти Ванька ждёт меня и Маша А тебя ждёт техник Паша Нам никак нельзя их подвезти Нам никак нельзя их подвезти Прочь, фонарь Мы на колесоте Мы с тобой на брюхо сядем На борту я сам себе устал Ты как кран-то пронесёшься В ограждение пронёшься Борозду на грунте пропухав Снег круглого ломания Так жарко Здравствуй, скоро я пожарко Доктор снова Кружка, спирт, платок Чёрт, и командир тут с ними Растолкает их Обнимет Что-то намекнёт Про орденок Па-па-па-пам Па-пам-па-пам Пожутил, небось, про орденок Начинался день, как хомар Но, посвистывая к дому Улыбаясь, дую на легкие Ванька мне доложит Бойка, что исправил пол на тройку В горизонт выходят из пики И меня обнимет Маша принесёт Борща и кашу Нам двоим по рюмочке нальёт Как Бог до луда не старался День сегодня сожидался Мы вернулись Я и самолёт Как я сильно не старался День сегодня сожидался Мы вернулись Я и самолёт Спасибо Это, как говорится, никогда не надо сдаваться Есть у меня некоторые песни Которые я всегда говорю Главная суть этих песен Что никогда не надо сдаваться А следующая песня Просто я вчера распутывал в одном месте Тоже с большим концертом И Один человек Он Ну, он военный Но совершенно даже Другое министерство И он мне говорит А я однажды тут 95 спас Мне уже такое Уже стало интересно Милиционер Ну Может Не совсем так Но То ведомство Оказывается У него Дом Дягилева Подрезанью И Ну Он не говорил Когда это было Но была ситуация Когда он вдруг Всё рубануло Там И Привод И всё остальное Там обесточилось А в это время Самолёт в воздухе вертелся А они знали Ну Руководители полётом Там Или командование Центра моего Применили Что человек Николай непростой Что у него Есть всё Вот И в общем-то Он как бы Они успели Подключить его дизель Протянуть быстренько Значит Кабель И Светить полосу Вот Он этим очень гордится Ну Я бы тоже гордился Такой Бомбардировщик Большая машина Привет Маша Пройдёт рулюшкой На полосе Кабель Замрёт На исполнительном А молитва Всё по карте Ведь И все восемь На упор Разбег Отрыв Вираж На пор А все проблемы Мы оставим Там На старте Маршрут Проложен Не на глаз Мы верим Штурмал На раз Здесь интернета нет И недоступен Гугл И как полсотни лет назад Бомберы словно на парад Идут на север Чтоб потом уйти За угол И словно Лидерный наш кварт Сопровождает нас Эсквард Вот только нет Они берки Струбы И меди И где-то В натовских Штабах Шифровки Строчат По пыхах Летят В Атлантику Российские Медоведи Летят В Атлантику Медведи Пролитый копий Обожжет Болтанка Нас не бережет Погода дрянь И на радаре Скоро За свет А в фюзеляже Револьвер Ранпроизводства СССР Сказали Янкисы Что русская рулетка И вместо Ранозных местей Кармана ложит Про гостей У плоскостей Повиснет Парасу Постадав А девиц Тоже на пролом Мы чуть не Блистерным крылом Какие бузы Как правило из штатов Но девиц Уменит Кусы бур Хоть и наклеит Наш эскорт Мы посылаем их Домой К любимому Лете И где-то в натовских штабах Тревогу льют И всем в деньах Пришли в Атлантику Российские Медведи Пришли В Атлантику Медведи Жак в океане Нет дороги Он как для нас Как сеносток Нам отыскать Нем надо Чёртову иголку И ищем мы Нариский страх Ариеносец На волнах А не найдём Да всё Задает и стоп И крик Я вижу Командир Вдруг разорвёт Немой эфир Железный ящик С высоты Уже заметен Там черт их Пнётся Отбирал Разнос устроит И обрал Ну а как счастливый Как маленький Медведи Медведи Качнёт нам Криви Искор Пошлёт Доклад Про русский Друг друга Станкерам найдём И семь Потом сойдёт Но мы поймаем Конус Хоть тяжело держать Режим Мы каждой тонной Дорожим А турбуленность Нам повысит Общий тонус Наш самолёт Будет устав Он помнит Разные места Вьетнам Ангола Куба И Гвинья Отцы летали там До нас Но если Дали нам приказ Мы обязательно Вспогли Ведь мы Омин И экипаж Просто смог И пусть усталость Валит с ног Но мы так рады Нашей маленькой Победе Что нас Совсем Николай В сон Не спит Сегодня гарнизон Добой вернулись Из Атлантики Медведи Пришли Домой Медведи Идут В разволочку Медведи Домой Любимые Медведи 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 Спасибо Медведи 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 Это большая женщина, потому что даже вот они на ходе говорят, ну это что-то такая вот бабушка. Я считаю, нельзя ее так называть. Действительно, она маленькая, но делает такие дела, которые могут 10 человек делать. Она все время у меня на концертах, когда я редко бывает, спрашивает, «Коленька, а вы споете мою любимую песню?» Я в свои 50 думаю, ну да, все-таки она может меня так называть. Это Надежда Михайловна Мель. Она должна была здесь быть, но ее пытались уговорить подождать, но 4 часа это, конечно, сложно. Но все равно я спаю эту песню. Года птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Нет даже роботе поживло столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машины пишем то ли сказку, то ли пыль. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Мель. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в уделя. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Мель. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на бетле. Мы на ней, как змеи горыны. Что же можем землю выжечь? Или как ковер на вертолет? Только чаще в этой сказке, как устала я собраска, Из последних сил она всех спасет. Терпели больно, будь тянет и молотит лопастями, Днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Мель. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Мель. Ей поклонятся солдаты, Те, кто вышел в медсанбата, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Восит от наших президентов И на разных континентах в небе, Словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, Уважают иностранцы, Знают, что выручат везде. Над полями и лесами, Ледяными полюсами крожат, Поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, Которую когда-то Создал Михаил Леонтич Мель. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, Которую когда-то Создал Михаил Леонтич Мель. Михаил Леонтич. Михаил Леонтич Мель. Браво! Браво! Спасибо. Жалко, конечно, что она не пришла. Она собиралась выйти на сцену продемонстрировать эту книгу. Сейчас очень интереснейшая серия издается по линии комсомольской правды и Московского государственного университета. Называется «Великие умы России». И вот в рамках этой серии вышла книга о Михаиле Леонтич Мель. Ну там вообще очень интересные действительно книги от наших ученых. Там того времени, допустим, Михаил Леонтич Мель. Я думаю, что этой серии большое будущее. Я просто пока пою и иногда думаю, что бы еще сказать. Я знаю, что в прямом эфире там в онлайне смотрят этот концерт близкие мне люди или, может быть, и очень близкие. Я звонил тут на днях своему очень близкому другу. Он вертолетчик замечательный. Уже сейчас более какой-то высокой вертолетной индустрии. Я говорю, «Ты придешь на концерт, дорогой?» Он говорит, «Ты знаешь, я уезжаю в Коренбург». «Или в Оренбург?» «Нет, в Коренбург». Это город Кореновск. Это вот как Сергей Викторович когда-то командовал полком, это его подчиненные, потом ставший командиром полка. В Коренбург, там приедет, среди человек. Дима, Сергей. «Дима, я знаю, что ты там смотришь. Привет тебе большое и с праздником». Вот это вертолетчики. Следующая песня. Я все время думаю, что, ну, как-то у меня такой конкретной программы нет. Я походу быстренько сооружу, из кей-то шпаргалки. Мы недавно отношили военные программы смотрим, это вы работали в Челябинской области. Было очень холодно. Ну, Урал вообще холодное место зимой, но тут были аномальные морозы, до минус сорока, МЧС там, как бы даже предупреждал, мы все вымерли. Я вот именно там вспомнил, что у меня есть такая старая-старая песня, она совершенно не про Урал и не про танкистов, с которыми мы работали, но про такую погоду. Бураном бурт бежал к земле. Неделя снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о теплее. И ледный домик, как отель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка, здежда и обетели, здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в компязах, и в лунтах, неделю вынуждены спать. Здесь остаются только ждать, а в буране малого окна не добралась и сюда весна. Да здесь и летом лишь плюс пять. А пепло некуда упасть. Седьмые сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. Две молки вприкупят, а в масть, когда с погодой так везут. Как нынче в кадрах мне везут, но за окном опять летят. И в юго воет, как назло, к большой земле прямой маршрут. Наш штурман десять раз нанес. Метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паёк, и как бы на манзане вскрыть, не в масть погода, нечем крыть. И бесконечно дом далёк. А ждать всегда нелёгких рельсов. И открывает экипаж, воспоминания и все в багаж. Он может скрасить наш арест. Мы под арестом в упорке. И загрустил бортинженер, и ему бы к молодой жене. Да и другим здесь вниз руки, и спирта в кружки все нальёт. Под третий тост седой бортеф. И выпьем молча мы за тех, кого не крайним был полёт. Бороном борт прижёт к земле. Недельная снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. Ну а раз уж речь такая пошла Песня из серии про транспортную авиацию, следующая песня из этой серии. Домой не успеваем, позвоню, жене скажу, что снова улетаем на север, и когда назад не знаем, а сам на юг с ребятами махну, у нас сегодня чарта на войну. Солдатики поднимутся на порт, и если мы отправимся в весну, нас не курортный ждет, а аэропорт, у нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром как не умеют, мальчишки все притихнут по биле, нормально, лишь бы кто-то не раскисал, у нас заход всегда здесь, как написано. Их уведут, а привезут других, в поворотный путь мы снова санитарем, мы с доктором кому-то шанс подарим, дай бог, чтобы этот путь не стал для них, дорогою намереннейших благих. Солдатика на борт к нам занесут, для них теперь так много на кону, кому-то не судьба и не спасут, бой, фронта, чертов, чертов, на войну. Луна таблеткой в блестере висит, идем в ночные лесады, думаем вместе, и при водоогни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит, Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит, пусть бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Ждем. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. И кажется, что небо цвета хаки. Ждем. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Солдатика на борт к нам занесут. Солдатика на борт к нам занесут, а не кровь. Привязан за шутеров. – Шутеров a man. ... Шутеров – Так, что ты прописали? Николай, когда у вас будет концерт в Севастополе? АжедThat9 мая сегодня. Но, вы знаете, собираюсь, собираюсь, и все, и все никак не доберусь. Как-то вот должен был с русскими витязями со стрижами прилететь, перебило что-то. Не знаю, я надеюсь, что в этом году это все-таки получится. Сказал про русских витязей стрижей, да? Раз, два, три. Нас сравнивают с птицами пустое, нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном пустое, а птиц мы любим только не по курсу. Мы выпали из летных наставлений, и, может, мы бнемся их листая. В театре милонажных представлений мы вместе, словно маленькаяская, И верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо мы в строю застык, нам разрешают делать все по краю. У нас срыв потока, это лишь поток срыв, нам не сорваться, главное летая, мы гвардии летающая стоя. Каскад фигур и перегрузки душат, и очень тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши, настойчиво твердит, что все предельно. Будь даже сму, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному, не вручь. Здесь крылья, как друзей, надежные плечи, а в двух руках две ручки, рус и руд. И двигателем голос не сорвут. Вращаем небо мы в строю застык, нам разрешают делать все по краю. У нас срыв потока, это лишь поток срыв, нам не сорваться, главное летая, мы гвардии летающая стоя. Нас в разных странах ждут аэродромы, на полу и везде работать будем. А после, как всегда, вернемся к дому, а тех, кто не вернулся, не заботим. Гвардийский полк, на веки наша память, Иван Никитичка жду, он с нами вечно. Дай Бог успеть нам в небе след оставить, Ведь летный век до поли скоротечен и распыскам и крикнем вон «До встречи!» Дай Бог успеть нам в небо мы в строю застык, Нам разрешают делать все по краю срыв потока, Это лишь поток срыв, нам не сорваться, главное летая, мы гвардии летающая стоя. Гвардийская летающая стоя, Гвардийская летающая стоя. Это гордость России, что тут говорить, это те ребята, которые несут флаг нашего государства, представляют его за рубежом. Это реально делает, наверное, в десятки раз больше работы, чем работа каких-нибудь, к примеру, дипломатов или государственных наших людей. Потому что за это можно гордиться, когда они в стране, это небывалый подъем патриотизма именно в тех местах, когда десятки тысяч людей смотрят, что происходит в небе, а за рубежом это, опять же, восторг и опасения. И если хотите боязнь, да, должны нас бояться и уважать. Следующая песня, я ее тут уже пил в этом зале, не буду рассказывать эту историю, она реально имела место быть с некоторыми, скажем так, поправками художественного свойства. Произошла она на Дальнем Востоке, в Амурской области, с моими дорогими друзьями-вертолетчиками армейской авиации, которые уже на военной пенсии, но все равно на работе, что в гражданской авиации. Вообще, как говорится, как-то, говорят, чудные дела, твои господи. Вчера, опять же, вот, пел и эту песню, и на концерте, ну, такое было, такое мероприятие, присутствовало два батюшки, один подошел, говорит, классная песня. Вообще, мне нравится, когда человек в рясе, и так, классно. Но, говорит, вот ты поешь человек предполагает, а судьба располагает, в лучшем ты спел Господь располагает, хотя судьба — это суд Божий. Вот, интересно, так разложу, говорит, и каждое же слово, говорит, имеет свою подоблеку, судьба — это суд Божий. Я говорю, ну, так в чем тогда дело? Точнее, все правильно спел. Человек предполагает, а судьба располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас маршрута, плохо стало там кому-то, мы кладем в фиражик вертолет. Как сто лет назад в Афгане, в правой чашке, друг мой, Ваня, между нами Саня, Бортовой, и усталой стрекозой над бескрайнею тайгою, Мы жужжим, и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки, танки, можно жить и на гражданке, Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы, Ведь не все же жизнь нам воевать. Снова пашем сверху ручно, нам в больницу нужно срочно вывезти кого-то из тайги. И находим мы средь елок бога, мрушенный поселок, домики, как бабушки, еги. Ветер сильный на посадке, не впервой нам все в порядке. Быстро вечером объяснишь потом, что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился, и девица тоже с животом. Парень сверх слишком бледный, первый раз летит он бедный, Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод на портном с Ваней принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко тех мальчишек, что в паволку мы перевозили за векой. А теперь мужик в салоне, как трехсотый, тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полет. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде, может, нас когда-то поменет. На сносях у нас девчонка, голосит, ну так уж звонко. Саня, быстро что там, доложи. Командир, отходят воды, прилетели, это роды, мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает, нас засветки окружают, бедный фельдшер проглотил язык. Примет садичка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно. Мужик! Работяга наш МИ-8 от грозы нас всех уносит. Снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны в войне. Человек предполагает, а судьба располагает. В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, от нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело семь. Вылетали точно трое, нас умножили на двое, а в итоге оказалось семь. Та-ра-та-та-та-та-там, па-па-па-па-пам. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Вот седьмой ряд, ну мужик! Та-ра-та-та-та-там. Та-ра-та-та-та-та-там. Браво! Браво! Спасибо. По секрету скажу, там действительно ситуация была примерно такая, вот кроме ребенка. Надо же было что-то выдумать. Однако в Белоруссии я давал недавно концерт, и туда бах так, а не это, статью, что вот Николай Анисимов присутствовал при родах. Я, значит, корреспондент, там, девушка такая уважаемая. Я говорю, ну что ж ты, ну ты же на концерте был. А я же рассказывал, что не совсем оно было так. Он говорит, зато как интересно. Воздух августом расплавлен, Родились тучи бегства, Под советскую заправлено, И повешены все средства, И до птиц сирена поет, Опустили капониры, И памят в воздухе войною, Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Ночевидима, до ночи, День тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен Под военные задачи. Коль как большие лица Не нашли для мира повод, Не смогли договориться. Значит, я последний год. Я теперь последний дома. И со мною наравне Эти двое, что во мне Время че на всех часах Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на лесах Где-то в небесах. Нам троим адреналина Добавляет неизвестность. Не жалея керосина Я присыпаю местность Где-то рядом неприятель Мне сейчас не до капризов Ключен главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Нам послед огнем и громом Огрызается поверхность Контингент, и там не промах Повышает нашу смертность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно наполен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как на рваных парусах Мы не только вверх, кто снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на лесах Где-то в небесах Живы попа не убиты Хоть по мне глупили точно И орет им тетя Рита Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое, как на мине Великая цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не одежды Не хватаются задержки Как я чую в эскадрилье Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловимость Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочемся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся Обязательно Вернемся Мы вернемся Вернемся На войне На войне, как на войне Даже если ты во дне Надо верить в чудеса Чтобы ни было, держись И тогда не смерть, а жизнь Перевесит на лесах Ох, где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Перепут Андрай АПЛОДИСМЕНТЫ